Здравствуйте! Это программа «Цифры и факты». Меня зовут Наталья Волынец. Сегодня я расскажу вам о картошке. Один из трендов нового 2020 года – белорусский картофель. Почему так? Если мы говорим о росте волового продукта, в том числе в области сельского хозяйства, то должны ориентироваться на рост производства этой исконно белорусской культуры. По данным Белстата, воловой сбор картофеля в Беларуси с 1970 года по настоящее время сократился вдвое – с 13 до 6 миллионов тонн. Но тем не менее, по воловому сбору картофеля мы входим в топ-20 стран в мире. Если пересчитать это на душу населения, что, наверное, правильно, то мы и сегодня сохраняем лидирующие позиции. Гораздо хуже обстоят дела с урожайностью этой культуры. Здесь мы всего лишь 44-е среди стран мира. С одного гектара в среднем мы собираем 230-240 центнеров. Это больше, чем у наших соседей – украинцев, литовцев и россиян. В то время как в Новой Зеландии 493 центнера, в США 482 центнера, в Бельгии 476, в Германии 468, в Нидерландах 460. То есть здесь нам до мировых лидеров еще очень далеко. Причина низкой урожайности в структуре организации выращивания картофеля. В нашей стране главные производители картофеля – частные фермерские хозяйства и приусадебные участки. А там не могут обеспечить необходимую технологию по повышению выращивания этой культуры. Яркий пример в этом наша область. Здесь производство картофеля в сельхозорганизациях, то есть в колхозах и совхозах, сократилось примерно в три раза. Но без картошки мы не остаемся. Спасают фермеры и частное хозяйство. Они дают 90% всего картофеля в области. Итак, картофель, выращенный в Беларуси, сегодня идет прежде всего на внутренний рынок. Наша страна – мировой лидер по потреблению этого продукта в пересчете на душу населения в год. На одного белоруса у нас выходит 183 килограмма. А вот насколько востребована наша картошка за пределами Беларуси? Минсельхозпрод в сентябре прошлого года сообщил, что планирует экспорт картофеля в количестве 300 тысяч тонн в 17 стран мира и объем предполагаемой выручки – 50 миллионов долларов США. При этом скромно умолчав, что несмотря на расширение географии экспортных поставок, объемы продаж не растут. В 2017 году выручка от реализации картофеля на внешнем рынке составляла до 65 миллионов долларов США. В структуре нашего картофельного экспорта более 90% этого продукта уходит в Российскую Федерацию. Другие страны, прежде всего западноевропейские, пока не спешат сертифицировать белорусскую картошку и закупать ее в больших объемах. Более того, внешняя торговая сальдо по картофелю для Беларуси остается отрицательным. То есть в денежном эквиваленте мы картофеля покупаем больше, чем его продаем. По данным Белстата, за первое полугодие 2019 года в страну было импортировано более 4000 тонн мороженого картофеля. Экспорт же составил всего 197 тонн. Причин здесь несколько. Прежде всего, достаточно низкая цена. Мы продаем картофель в сезон, то есть сразу после уборки урожая. Но, как известно, его цена к весне значительно увеличивается. Наши соседи, Украина и Молдова, часто закупают нашу картошку, чтобы не только загрузить свои перерабатывающие предприятия, но и с целью последующей реализации продукции, произведенной из нашего картофеля, обратно в нашу страну. В Беларуси торговые организации, предприятия общественного питания и отдельные переработчики традиционно привыкли работать не с картофелем, а с его полуфабрикатом, например, мороженым фри. И тем не менее, как считают эксперты, у Беларуси есть все возможности для производства продукции из картофеля высокого качества. Так, например, считает и генеральный директор научно-практического центра по картофелеводству и плодо-овощеводству Национальной академии наук Вадим Маханько. Дело за малым. Как отметил президент, мы картофель как культуру возродили, а сейчас надо по-хозяйски довести до ума, переработать и отдать потребителям. И сделать это так, чтобы белорусская картошка была источником валютных поступлений в нашу страну. Именно на это и надо ориентироваться нашим аграриям в новом 2020 году. Это были «Цифры и факты» с Натальей Волынец. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова